Родители пятимесячной Евы уверены, их дочка точно будет олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Но чтобы расти и жить полноценной жизнью, семье нужно одолеть страшный недуг. Спинально-мышечную атрофею типа СМА-1. Это страшное генетическое заболевание. В 95% случаев с таким диагнозом смерть наступает на первом году жизни из-за дыхательной недостаточности. А большинство детей не доживают и до двух лет. В пятницу 13-го пришли наши результаты анализов. К сожалению, были неутешительные. Анализ СМА подтвердился. Мы поехали тут же в Киев к генетику, к заведующей отделению генетики в Ахмадите, в клинике. Она подписала диагноз. Тут же мы пошли к неврологу. Понятно, мы для врачей конвейер, мы их работа. На что мне врач-невролог сказала. Ну, вы молодая, родите еще. Ну, сколько Бог отвел, столько Бог отвел. Я, конечно, там разрыдалась, падала на колени. Ну, страшно. У ребенка гиперрефлексия, фасцикуляция языка и выраженные затруднения при сосании, глотании и дыхании. Лекарства изобрели только 4 года назад, но они стоят сумасшедших денег. Родители уже почти собрали средства для закупки дорогостоящего оборудования. Аппараты для вентиляции легких и аспиратора. А это более 13 тысяч евро. Следующая задача – нужно сделать 4 укола спинраза, каждый из которых стоит 90 тысяч долларов. А принимать это лечение необходимо комплексно, и такие медикаменты есть только за границей. Но, к сожалению, границы закрыты, и мы бы очень хотели собрать сейчас сумму денег, чтобы не терять время на эти уколы. Болезнь характеризуется тем, что ослабляются мышцы настолько, что ребенок не может дышать и задыхается. Она подсказала, что надо закупить. Спасибо большое всем, кто нам помогал в сборе денег. Мы практически собрали сумму на необходимые аппараты, ИВЛ, вентиляции легких. Сказала, какие процедуры ежедневные надо с ней проводить. И что есть лечение. Лечение все-таки существует. Оно существует в странах Европы. Укол спинраза, он с 2016 года. Он на рынке европейском. То, что ближе к нам – это Польша. Кроме того, семья ежемесячно тратит почти 50 тысяч гривен на специальное кормление ребенка. Также нам необходимо дорогостоящее питание. Это смесь, уже готовая смесь. 110 гривен, 125 миллилитров. Нам нужно таких баночек в день до 7. Минимум 2. Потому что эта сумма, в принципе, большая. Также сухая адаптированная смесь с теми же самыми аминокислотами, с белками. Эта болезнь характеризуется тем, что не вырабатывается достаточное количество белка. Также эта смесь стоит 1600 гривен. Одна банка 400 грамм. Нам такая банка где-то 5-6 дней. Это, в принципе, очень дорого. В месяц надо таких банки 4. 4,5-5. Сейчас по советам врачей и родителей, которые уже встречались с подобными диагнозами, Ева выполняет специальные упражнения. Мы каждый день производим 3-4 раза в день зарядки, физкультуры. Мы занимаемся на фитболах. Мы приседаем. У нас есть специальные мячики для рук, чтобы мы массажировали ручки, ножки. Она делает с улыбкой. Она понимает, что если она не будет заниматься, она не сможет ходить. А нам это очень важно, потому что мы будем обязательно олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. В семье помогают все друзья, родные и близкие. Кто деньгами, кто проектами по сбору средств в соцсетях, кто советами. Так собрали и собственный тренажер. Это наш хейтмейт. Это вообще предназначенная вешалка для вещей. Нам, как посоветовали девочки, мамы со СМА. Вот так вот мы ставим ножки, вешаем сюда. И так ребенку гораздо легче на высоте шевелить ногами, дергать. Потому что, когда она лежит на матрасе, она не может. Ей очень сильно тяжело. Так ей гораздо легче. Это тоже как тренировка. Родители Евы обращаются за помощью ко всем неравнодушным. На весах жизнь и судьба будущей чемпионки. Реквизиты на ваших экранах. Дмитрий Богомолов, Константин Нищерет. Телеканал «Репортер». Кто-то...